здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я и вика сегодня мы свяжем вот такой вот карман кенгурушку вот которая мы будем использовать для платья кто уже вяжет пожалуйста используйте кто начинающий и ждет мастер-класс он будет торжественно заявляю будет уже начинаю вязать так что постараюсь как можно быстрее чтобы вас не задерживать вот а сегодня даже мы карманчики чуночки вот такой вот какой который вы потом можете вполне себе использовать не только для платья а и для толстовки его можно и так потом сделать по по итогу вот но сегодня мы разбираем именно из этого платья карман и так как же вяжется этот карман он допустим вас деталь и отмечаете до считаете по сантиметрам вот сколько вам нужен этот карман вот при при жемчужной вязки это хорошо видно да где он где у нас ряд если другая вязка то желательно вязать какую-то дополнительную нить чтобы вы из этого ряда не выскочить и так вот мы допустим отметились какое-то количество этих петель нам для начала нужно вот она допустим даст допустим я образно так буду говорить первая и последняя вот первая и петля и так что мы делаем мы протягиваем из последней петли нить она нам просто там нужно как бы сверху вот вязать мы будем этой же нитью но только захватывать ее снизу и так петлю оставляем на крючке вот здесь мы используем крючок потом мы петли переоденем на спицу и так вытащила я первую петлю здесь с изнанки у меня что я держу пальцем эту нить рабочую и подтягивать буду от клубка оттуда вот и так из каждой петли мы вывязываем по одной петли вот ровно настолько насколько мы хотим иметь наш карман я же говорю и по этой вязки очень хорошо видно я вяжу на стыке как бы лицевых изнаночных петель это достаточно удобно то есть из каждой петельки мы вытаскиваем по одной петле вот здесь вот не закреплена петелечка потом мы ее закрепим то есть вот видите я не показала я здесь ввожу крючок а здесь цепляю за нить и вытаскиваем здесь ввожу здесь цепляю и вытаскиваем две зацепила что нужно и вот из последней петли я достала эту петельку вытащила и так вот они наши петли теперь я переснимаю на спицу с крючком вот эту ниточку я закреплю и теперь мы будем вязать как бы их так продеть чтобы они нам не мешали вот вот так вот вот теперь я буду вязать этот карман до высоты вот этого вязания то есть вы вяжете ваше полотно до того момента где у вас должен закончиться карман вот потом отступим от верха вниз высоту вашего кармана которые вы заранее измерили вы набираете вот эти петли на ширину кармана далее далее мы вяжем карман я буду вязать три последние петли лицевыми платочной вязкой и кромочную тоже лицевой вот три петли и далее я буду вязать это жемчужным узором так как я и вязала да и три петли в начале три петли в конце платочной вязкой то есть основным узором можно отделить этот карман допустим давайте я сделаю чулочной гладью чтобы его было хорошо видно контраст вот а на самом деле на платье у нас карман связан жемчужным узором и он там как бы теряется в общем полотне здесь же давайте сделаем 5 петель 3 4 5 а остальные петли мы будем вязать лицевые это я я буду вязать а вы уже потом я вам покажу как это будет выглядеть а вы уже потом решите как как вы хотите то ли жемчужным как в образце то ли чулочной гладью чтобы его отделить вот либо же вы будете вязать его не для платья допустим для детской толстовки дату она связана может быть чулочной гладью последних 5 петель я вяжу платочной гладью и кромочные я тоже буду вязать лицевыми чтобы они как бы было красивое оформление и так я продолжаю вязать этот карман выполнен эти боковые платочной вязкой и центральную часть чулочной гладью вот мы провязали возможно это будет тоже количество рядов как и здесь это в том случае если у вас одна и та же вязка но здесь чулочная гладь я при я даже не считала ряды я предполагаю что их здесь меньше вот я вот так вот померила и решила что мне хватит теперь я буду соединять это все дело таким образом для начала я определю но это надо знать в общем так вот здесь вот находится мой карман то есть 1 2 3 4 5 вот с 11 петли прекрасно значит вяжем 10 петель с 11 петли присоединяем вяжем по узору не отклоняясь от узора карман у нас живет своей жизнью которая сейчас уже закончилась начинается жить платье жизнь основной детали без кармана 1 2 3 4 5 10 петель теперь поднимаем сюда наш карман я оборвала конечно с большими потерь с усилием в общем привязывая эту нить и оставляю ее от карман на изнанке она нам больше не нужно теперь что мы делаем мы вяжем опять же по узору основной деталью не обращаем внимание на сам карман значит у меня здесь сейчас должна быть лицевая петля значит я переснимаю одну петлю от кармана и одеваю ее на спицу с основным вязанием и лицевой петлей провязываю две вместе петли то есть одну петлю отсюда одну из основного вязания далее следующая петля 1 переснимаю на основную спицу и провязываю теперь изнаночной то есть я вижу основным моим узором далее ой 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 далее лицевая следующая и изнаночная петля делать это надо медленно видите она соскакивает нам проблемы не нужны поэтому тихонечко аккуратненько вот так вот соединяем оба полотна видите вот она все соединяется здесь у нас вот эта платочная вязка ничего уже не нужно не обвязывать ничего все очень прекрасно сидит вот эта петля вот последняя петля и далее мы продолжаем основное вязание все эти петли мы прикрепили чуть косит у меня но это пряжа такая девчонки вот видите вот он наш карман ну на самом деле его конечно же нужно шире связать но это как бы образец поэтому я думаю нам важен сам принцип вот видите он получается прикреплен как бы создают эффект цель навязанности здесь он плавно переходит в основное вязание я думаю очень удобный способ также его можно как бы здесь сделать прикрепить но это уже отдельная история со скосом сделать то есть классическую кенгурушку ну я же говорю это уже другая история которая у нас не про это платье сейчас мы вяжем платье а и Продолжение следует...